В марте этого года у нас в подъезде оказался больной рыжий кот. Никто из жителей нашего дома не знал причину его появления. Запуганный бедолага просидел на трансформаторной будке на одном и том же месте несколько суток и ходил в туалет под себя. На теле кота мы обнаружили раны и синяки и ссадины. Мы решили помочь ему и с этого момента начинается все самое интересное. Обязательно смотрите это видео до конца и сделайте все о чем я вас попрошу. От этого зависит его будущее. Кот ужасно боялся людей и жалобно кричал, когда к нему кто-то приближался. Соседи говорили, что он не из нашего дома и никто из жильцов его ранее не видел. Подозревали, что он забежал с улицы, пробовали его прогнать, но кот никуда не уходил. Оставляли даже открытой подъездную дверь, которая находилась всего в нескольких метрах от кота. Но он не уходил и продолжал сидеть на том же месте. Кот не хотел на улицу, как мне кажется, потому что он не уличный. Скорее всего, кто-то принес его сюда специально. Возможно, даже оставили под нашей дверью, надеясь, что мы ему поможем, учитывая нашу деятельность. А кот просто от страха побежал, куда глаза глядят, и запрыгнул на первую попавшуюся будку. Добрые люди принесли ему еду и воду, но кот даже не прикасался. Все как стояло, так и стоит. Было очевидно, что у бедняги сильнейший стресс, вызванный какой-то ужасной историей, которая произошла с ним накануне. Это подтверждают и следы на его теле. Поверьте, это только часть того, что мы обнаружили на теле кота. Но об этом чуть позже. К счастью, в нашем доме добрых людей больше, но некоторым жителям прямо-таки не давала покоя мысль, что в подъезде сидит беспризорный кот. Без капли сожаления его тягали палками, махали тряпками, топали и кричали, чтобы прогнать из подъезда. Мол, он уже не жилец, потому что не встает, ничего не ест и не пьет воду. Вот сдохнет и будет вонять тут. К себе не подпускает, кому он такой нужен? Надо, мол, звонить уже в одерню, нехай забирают эту блохастую тварь. Короче говоря, какие только истерики не доносились из подъезда. Но как вы не понимаете, что он такой же живой, что ему так же страшно и он так же хочет жить? Очевидно, что он и так уже вдоволь пострадал. Помогите ему, ведь все мы временные пылинки на этой планете. Все мы каждую секунду в опасности. Возможно и вам кто-нибудь однажды поможет. Ну или в крайнем случае просто пройдите мимо, ведь это не преступление. Не у каждого есть возможность заниматься бездомышем, и не все могут его забрать домой. В данном случае пройти мимо это нехорошо и неплохо. Но зачем как дикари какие-то устраивать скачки вокруг этого кота, который и так уже в сантиметре от разрыва сердца? Зачем его гонять палками и тем более отдавать на убой? Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы существо разумное реально стало разумным? Кот превратился в настоящего изгоя, который вообще никому не нужен в этом мире. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Существовать, осознавая, что тебя ненавидят, хотя ты никому из них вообще ничего плохого не сделал. Он и так уже, наверное, не рад, что родился, и хочет буквально провалиться на этом месте. И тогда мы с Катей поняли, что за этим котом вряд ли кто-то вернется. И пора действовать. Мы взяли немного еды и нашли в шкафу какую-то старую плотную перчатку. Кот не собирался кушать, но это пока, просто наблюдайте. Как нам расписали этого кота соседи, что он очень дикий, может наброситься и укусить, смотрите малоаккуратно. Так мы и сами боялись к нему подходить. Сначала я стал спокойно гладить тряпку, дабы показать коту, что я тусуюсь тут как бы с добрыми намерениями. Он наблюдал за моей рукой, и его память должна была напомнить ему о ласке, если он вообще ее когда-нибудь получал. Затем я взял в руку перчатку и начал этой перчаткой потихонечку гладить кота. Кот кричал и с осторожностью наблюдал за моими действиями. А я тем временем с осторожностью наблюдал за действиями кота. Не бойся, маленький. Не бойся. Не бойся. Не боится. Понюхай. Да, дай понюхать. Понюхай. Ничего страшного. Да. Солнышко. Маленький. Круглёк. Котик. Все. Все хорошо. Солнышко. Ну еще понюхай. Хочешь еще понюхай? Хочешь, че? Ну, почему это сделал? Не знаю. Но он же не играется. Ну и не нападает. Но он тихонечко. Что-то мне подсказывало, что этот рыжий парень может быть неплохим другом. И все слухи о нем не более чем заблуждения. Ух ты. Это подтягушки были? Ух ты. Пусти вперед. Пусти вперед. Ты мой хороший. Ой, какой хороший. Спустя несколько минут мы друг друга поняли. И... Ну, в общем, вот. Давай, покушай. Молодец, смотри. Теперь доверие животного подросло. И не составило бы труда аккуратно взять кота в руки и вынести из подъезда на улицу. Но вы знаете, что-то нас удержало в тот момент. Будто внутренний голос говорил, что нельзя ему на улицу. Не хочет он туда. Кот был ужасно голоден и сметал всю хавку, как бульдозер. Еще бы двое суток просидеть на холодном железном ящике. Уже небось отморозил себе каждую шерстинку. Наша задача была хотя бы запихнуть под него тряпку, которая хоть как-то защитила бы его от металлического холода. Но сделать это нужно было аккуратно, чтобы не напугать рыжего и не потерять его доверие. Мы выложили вкусняшки на другой конец будки. А когда он ступил за ней, мы просто подтянули за тряпку. И вот она уже под ним. Пока все идет благополучно. Но это пока. Время уже было позднее. Забрать котейку в свою квартиру мы не могли, потому что у нас полно своих животных. Вы это помните. Отправить на улицу на мартовские морозы не поднялась бы рука. А везти его на передержку в такое позднее время у нас не было возможности. Значит придется коту еще одну ночь провести в подъезде. А как только мы порешаем все свои дела, сразу же вернемся за ним. Все казалось идеально просто. Но смотрите, что произошло потом. Чтобы кота не прогнали и уж тем более не вызвали живодерню, мы на куске бумаги большими буквами попросили людей не трогать кота до вечера. Затем приклеили наше объявление на трансформаторную будку и пошли спать. На следующий день слышим крики, мол завонял тут все и вообще давай пошел вон отсюда. Это если убрать все маты и нецензурные выражения. Выходим, а кота на трансформаторной будке уже нет. Его каким-то образом сбросили и мы чуть нашли его в другом месте нашего подъезда. Но обратите внимание, он не побежал на улицу, хоть и выход из подъезда был открыт. А пошел прятаться в другое место. От такого отношения людей кот стал еще более напуганным. Из-за чего нам стало еще страшнее контактировать с ним. Все наши старания успокоить и вернуть доверие животного вмиг перечеркнула человеческая истерика. Даже несмотря на просьбы не трогать блин кота до сраного вечера. Буквально два часа мы бы свозили Соню к врачу и забрали этого кота. Но пришлось откладывать прием на другую дату и действовать прямо сейчас. Иначе я вообще не представляю, что бы там стало с этим несчастным животным. К сожалению, таков менталитет нашего общества. Главное, что мы и наши детки в безопасности. А на других деток нам плевать. Фу, это блохастое животное завоняло тут весь в подъезд. Давайте его палкой бить, пока не сбежит. Вовочка, сыночек, подержи нам дверку. Только осторожно, мой котеночек, не поранься там. Да это не только про животных. Эта грязь встречается везде. Брошу окурок из окна. Главное, что у меня дома окурки не валяются. А там ерунда, кто-нибудь уберет. Зарплату же платят дворникам. Ну, пусть отрабатывают. Или наплюю-ка я озеро возле скамейки. Ведь мне плевать на других. Главное, что у меня дома полы не заплеваны. Так можно продолжать бесконечно. Взяли переноску, хотели его оттуда забрать. Но это оказалось не так просто. Когда незнакомый кот во всю глотку орет и устрашающе на тебя шипит, будто вот-вот набросится, становится как бы немного стрёмно его трогать. Даже несмотря на наше ночное дружелюбное общение. Сначала я поднёс к нему открытую переноску, ведь вдруг он сам полезет в неё прятаться. Но увы. Зачерпнуть туда кота тоже не получилось. Рыжий парнишка сопротивлялся как мог. Пришлось идти другим путём. Надев плотные перчатки, чтобы в случае чего хоть как-то защитить руки, а также взяв дома плотную ткань, мы решили набросить её на кота, а затем быстро затолкнуть его в переноску. План казался довольно простым и лёгким. Но опять же, кто знает, что на уме у этого зверя и как он поведёт себя в этот момент. Котяра кричал и сопротивлялся изо всех своих кошачьих сил. Но нам всё же удалось загнать его внутрь и мигом закрыть дверцу. Фух, сердце молотило со скоростью света. Но это только первый этап. Сколько ещё всего нас ждёт потом? Поскольку у нас дома, как я уже говорил, полно своих домашних животных, забирать его к себе домой ни в коем случае нельзя. Кот может быть попросту болен и может заразить наших питомцев какими-нибудь заболеваниями. Поэтому мы собрали всё самое необходимое и повезли кота в ту самую квартиру, которую нам предоставил наш друг для временной передержки животных. Котяра ужасно боялся переноску. Но, как ни странно, в дороге он успокоился и просто смотрел по сторонам. Мы ехали и вообще не представляли, что будет, когда выпустим кота. И сколько же приятных и неприятных сюрпризов нам приготовила судьба. Если вы впервые смотрите наши видео, мне надо вам кое-что рассказать. Послушайте, пожалуйста, без перемотки. Заодно переведём дух. На этом канале мы подбираем вот таких вот уличных бедолаг. И с помощью таких видеороликов пытаемся найти им дом и сделать их жизнь лучше. Мы не приют и не организация по защите животных. Мы самые обычные неравнодушные люди, у которых есть этот YouTube-канал и больше ничего. И всё это работает благодаря зрительской поддержке и активу, который вы устраиваете там под видео. Поэтому, если вы хотели бы за этим наблюдать и даже принимать участие в помощи несчастным животным, жмите под видео красную кнопку подписаться и вступайте в наши ряды. Чем больше нас будет, тем масштабнее мы сможем творить истории. А вот и та самая легендарная пустая квартирка. Теперь это его временный дом. Здесь уже жил кот, которого кто-то бросил под мостом на съедение клещам, кошка с котятами и чёрный побитый бедолаза. Все эти истории также есть на нашем канале. А ещё здесь по-прежнему нет электричества. Но это не проблема, ведь мы взяли с собой переносные осветительные приборы. Первое время в незнакомой квартире этот рыжик боялся каждого шороха. Всё точно так же, как и с другими нашими подопечными. Но ничего, привыкнем. Мы поднесли ему мисочку с кормом. Но из-за стресса кот опять не прикасался к еде. А теперь смотрите фокус. С каждой минутой мы понимали, что кот не опасен. По крайней мере настолько, насколько нам представили его соседи. Просто запуган и неслабо так покалечен судьбой. Но всё можно исправить. Первое время мы решили контактировать с котом только в перчатках. Ведь вдруг у него есть заболевание вроде лишая. Мы же не знаем этого кота и его прошлое. Не хотелось бы подхватить и бонусом принести своим домашним животным какую-нибудь болячку. Сперва нужно свозить парня к ветеринару, полностью его там проверить, и тогда уже можно пожмакать голыми руками. Поверьте, ещё несколько дней, и вы его вообще не узнаете. Покрасивел пацан. Да он не старый. Ну так и всё. Мы боялись, что кот будет ходить в туалет, где попало, или вовсе под себя, как это было в подъезде. Поэтому мы тормознули лоточек с наполнителем прямо около него. Поскольку есть подозрение, что кот всё же жил в домашних условиях, я стал копаться в лотке, издавая знакомые звуки, которые должны были напомнить коту предназначение этой штуковины. Вы думаете, я совсем тупой? Думал рыжий красавчик, глядя на нас. Но мы делали всё возможное, чтобы он понял, что свои отзывы нужно оставлять только здесь и больше нигде. Ну что ж, поможет это или нет, мы узнаем только завтра. Долго с котом не сидели, решили оставить его в покое. Он неплохо покушал, и теперь ему нужно как следует выспаться в полной тишине. Здесь тепло, и уже никто его не побеспокоит. Навалили ему с запасом еды, оставили миску с водичкой, и свалили нафиг с глаз долой, чтобы духа нашего тут не было. На следующий день кот нас порадовал. Все запасы поточил, немного пофёрбал воды, немного даже поточил старый корм бывшего обитателя этой квартиры. Ходил в лоточек, правда зачем-то вытянул и закопал свою пелёнку. Наверное, цвет не понравился. В квартире чисто, нигде не гадил, ну в целом красавчик, порадовал. Сейчас будем кушать, и дальше всё по порядку. А ещё кот опять кричал от страха и шипел, но мы-то знаем, что это до первых почесушек. В этот раз кот уже встал со своего корыта, и сам прям при нас подошёл к миске. С опасением, конечно, не уверенно, но, блин, ребята, ещё только второй день. Снова закапали глазки, и затем следует обязательная ласкательная терапия с добавлением его любимых почесушек. Сейчас это особенно важно, ведь из-за пуганого кота нам нужно сделать ласкового любимца. На третий день кот уже сидел на подоконнике, но всё ещё шипел и кричал. И снова ручная терапия, после которой кот конкретно пришёл в себя, спрыгнул с подоконника и даже сам бегал за нами по комнате. Далее трапеза. Кстати, приятного аппетита, кто тоже сейчас топчет. Затем уборка, и снова долгие почесушки. Всё будет хорошо. Через некоторое время котик решил продемонстрировать нам, какой он молодец. На четвёртый день он уже сам нас встречал и вёл себя ещё более уверенно. Снова навели порядок, снова плотно покушали, почесались, и наконец-то произошло то, чего я так долго ждал. Ну давай. И хочет, и пока побаивается. Давай, 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 давай. Кот отправился в переноску и был, мягко говоря, не совсем этому рад. Я, блин, только к вам привыкать стал, а вы меня опять куда-то везёте. Ну что за люди? Доктора посмотрели ушки и проверили их на наличие ушного клеща, но результат оказался отрицательным. Клеща нет, но зато есть отит, и его нужно лечить. Затем котейку посвятили на лишай, и его тоже не обнаружили. Как же мы выдохнули в тот момент. Кто смотрит нас постоянно, тот поймёт. А вот ушки обязательно нужно подлечить. Нам показали, как правильно чистить уши и капать туда лекарства. Вы только посмотрите, как у него там всё чешется. Аж лапой дёргает. Нам назначили курс лечения, но самое главное, нам разрешили наконец-то его трогать руками. И желательно перед этим его помыть. Вечером мы его искупали. Грязи было просто капец. Зато теперь он будет красивым с мягкой пушистой шерстью. Кот очень не хотел мыться и ужасно вырывался, поэтому приходилось его держать изо всех сил. А когда шерсть намокла, мы обнаружили у кота сбоку огромный синяк. Также на спине хорошо выделялся крупный след укуса. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что произошло с этим красавцем, но уже очевидно, что он не слабо от кого-то пострадал. А ещё его грызли блохи в больших количествах. Но когда кот полностью высохнет, мы нанесём лекарства и потравим всю эту банду вредителей. С тех пор мы каждый день ездим к коту, кормим, убираем и долго-долго гладим. Рыжик уже чувствует себя уверенно. Сам нас встречает и провожает до двери. Мы сделали всё возможное и теперь осталось позаботиться о его будущем. Сейчас я расскажу, что нужно сделать, чтобы помочь этому коту, поэтому послушайте внимательно и, пожалуйста, сделайте всё, что я скажу. Кот очень милый и очень ласковый. Кушает замечательно, в квартире ничего не портит и в туалет ходит только в лоток. У него невероятный взгляд, который смотрит прям в душу. Он очень красивый и абсолютно безобидный. Его жизнь наказала ни за что. И теперь я хочу, чтобы отныне он был только счастлив. Этому парню срочно нужен добрый ответственный хозяин. Настоящий человек с огромным сердцем. Если вам понравился наш красавчик, если вам есть 18 лет и вы хотите забрать его в свою семью, пожалуйста, прочтите всю информацию в описании к этому видеоролику. Там же вы найдете все ссылки для связи с нами. Напишите нам, расскажите о себе и мы лично привезем его прямо к вам домой. А те, кто не может его забрать, пожалуйста, помогите распространить этот видеоролик. Вырвите с корнем кнопку поделиться и отправьте это видео всем своим друзьям и знакомым. Поделитесь им в свои соцсети и раскидайте это видео везде, где только можно. Чем больше людей увидит наше видео, тем выше шанс, что нам напишет тот самый человек. Мы подобрали очередного бедолагу на свой страх и риск и теперь он живет один в пустой квартире, ключи от которой у нас могут забрать в любое время. Просим помощи у всех неравнодушных. Давайте сделаем все возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.